Резьба вырвана вот с этих двух, резали по новой. Масло ручьем бежало. Такой автомобиль 2013 года выпуска в феврале 2023 приобрел житель Барнаула Виктор Чернышев в одном из злополучных автоцентров, возможно одной сети. В данном случае речь идет о Новосибирске. Там вместо обещанной цены в 240 тысяч рублей мужчина попал на более крупную сумму. Они сказали по 4,5 процента, а оказалось по 21 процент. Вот и вышло у меня почти полтора миллиона. Вот это ржавая корыта. Ржавая корыта потребовала вложений уже на следующий день. Виктор устранил течь масла двигателя, перебрал подвеску, поменял тормозные колодки. А расходы мужчина по машине несет по сей день. И ежемесячно платит кредит больше 20 тысяч рублей. Потерпевший рассказывает, сотрудники салона были очень заботливы, убеждая его в том, что для одобрения кредита нужно обязательно приехать в автоцентр. Надо будет просто вам приехать и подадим вас в Сбербанк. И через минут 20 получим от Сбербанка одобрение. Сумма там 500 или сколько потребуется, меньше даже. Да это подъезжать надо, Виктор Анатольевич. Такого не бывает. Вы больше, пожалуйста, никого не просите. А то вам звонят через час, скажут, вам одобрено, приезжайте. А вы поверите и поедете. Но на самом деле вас подадут только, когда вы приедете. Это делается для того, чтобы заманить вас к себе. Я бы тоже хотел бы, конечно, вас заманить к себе, но не обманом. Приезжаем. Они начали нам... Вот один автомобиль пригнали. Я говорю, я приехал с Алифаном. А другую пострадавшую и заманивать не пришлось. Еще более вопиющая ситуация произошла с жительницей Барнаула Еленой Посельцевой. 22 марта 2022 года она поехала в салон присмотреть новое авто и обменять свой старенький Шевроле Ланос по трейдину. Интересовалась Рено Сандера. Есть. Повели на стоянку тут, это самое, за автоцентром. Посмотрела я. Там стояла Сандера. Я сразу говорю, вот это вот давайте посмотрим. Они сейчас, сейчас, сейчас. Пойдемте туда посмотрим, пойдемте сюда посмотрим. Зашли в автосалон, подождите. Ну, час прошло. Я говорю, чего ждем-то? Ну, сейчас давайте мы кредит сначала оформим под автомобиль, а там уже подберем под этот кредит. Женщина говорит, и тут меня начали мариновать. Подождите час, два, три, при этом каждый раз используя различные отговорки. Предлагается сразу, что автомобиль находится где-либо в хранилище в каком-либо. Предлагают подождать, предлагают там чаек, кофе попить, да. Предлагается банк выбрать пока, если автокредит планируется взять, документы оформлять. И эта процедура длится, наверное, в течение там нескольких часов. Пять, шесть часов. К обеду пригнали Лифана. Весь грязный, немытый. Вот, посмотрели его. Не удовлетворил он меня. Мы его сейчас приведем в порядок. Угнали. Пока они там порядок ему наводили, дали мне договор купли-продажи. Я говорю, я еще автомобильнее. Ну, вы знакомьте, сейчас его пригонят. Ну, ознакомились, цена стояла 240 тысяч. Машина убитая, рассуждал мужчина, но за 240 тысяч рублей пойдет. А у Елены Посельцевой забрали старую машину, а пригнали совсем не ту, что она хотела. Вот время уже 12 ночи. Я говорю, так время-то. Я говорю, я во сколько отсюда поеду? Все, все, пойдемте посмотрим машину. Уже мы все на мойку загнали. Я захожу, там Volkswagen Polo стоит, 20-го года. Я говорю, ну, мы вообще-то на другую машину договаривались. Вам уже кредит под эту машину одобрили? Ситуация, она везде, я рассказываю, она одинаковая по таким салонам. Вручается договор, потребитель осматривает, читает договор, да, и отдает его, говорит, ну да, в принципе, я готов на подписание, давайте оформим кредитное обязательство. Если человек начинал вдруг сомневаться, говорит юрист, шло в ход психологическое воздействие. Людей буквально брали измором и вынуждали подписать договор на покупку авто, зачастую с большим числом дефектов, а иногда и вовсе в неисправном состоянии. При этом сотрудники автосалона подсовывали расписки о дееспособности покупателя, а у Виктора в начале сделки еще и паспорт забрали. Время уже позднее, думаю, ехать далеко еще. Ну вот они мне до закрытия протянули, договор всунули, ты же его читал, подписывай, давай листочки мне переворачивать. А я уже никакой. Инвалид второй группы, сутки 12 часов просидел там, голодный как это. Как наш герой подписал документ, уже не посмотрел, потому что ему уже изначально был проект предоставлен, он же его читал, и цена его устроила, и дефекты, которые там были, он был согласен. И когда ему уже другой, можно сказать, договор дали, то там цена была 870 тысяч рублей. И кредитное обязательство, естественно, вот на эту сумму, плюс страховка, ну, как все полагается, весь пакет услуг, который предоставляется этим салоном. Елена Посельцева, правда, обратила внимание на годовой процент в кредитном договоре. Два менеджера подключились. Все, давайте, я говорю, ну дайте хоть посмотреть, что там написано, да под чем я буду подписываться. Они, тут первую сразу страницу смотрю, написано 50 процентов. Я говорю, да вы что, пофонарили, я говорю, я это не буду подписывать. Ой, да вы что, да подписывайте, а то пешком пойдете. Я говорю, ну вообще-то я еще это самое старое. А уже все договор, подписан, уже вы на эту машину не имеете права ни такого. Ночь, офисы с плохим освещением, плохое зрение и усталость. В итоге женщину убедили подписать договор. А вещи и рабочий инструмент сотрудники салона уже успели переместить из старой машины в новую. Они уже тут тоже конкретно начали давить, если не подпишите, пешком отсюда пойдете. И что, в итоге обалденный кредит. Стоимость машины, когда уже конкретно дома начали документы, миллион триста с копейками. И на сколько лет? Ну, как они обещали на словах-то, на пять лет. В итоге оказалось на восемь лет. По словам Елены, она платила кредит по 43 тысячи сто рублей в месяц. Пока через полгода не позвонил следователь и не сообщил, что автомобиль в угоне. Итог, машину забрали. Женщина осталась без транспорта и без работы, ведь работа зависела от авто. Елена перестала оплачивать кредит. Однако следствие идет до сих пор и ничего пока не меняется, подчеркивает пострадавшая. Это натуральный лохотрон. Развод на кредиты. И вы останетесь без штанов и машины. Это какие-то отморозки. На сайте меня заинтересовали скидки на Lada Largus. Мне показалось, что можно доверять. Сдал по самой дешевой цене, какая быть может. Пообещали в подарок колеса и скидку на Largus. Повелся. До конца мне не говорили сумму сделки, только на подпись. Одну, другую, третью бумагу. В результате никакой скидки абсолютно. Даже дороже. На 150 тысяч продали машину. А приору забрали. Так бесплатно выходит. Про подарок забыли. Сказав, что управляющий не одобрил презент. Решил купить авто по автокредитованию. Менеджеры по продаже очень навязчивые. Пытаются спихнуть всякую дрянь людям. Якобы искали целый день мне авто. Промурыжили целый день. Нашли к закрытию салона. Пошли ва-банк. Хотели развести на лям-двести. Когда я отказался от кредита, попросили заплатить за пиццу 500 рублей. Могу одно сказать. Люди хитрожие и с гнилью своего не упустят. С автоцентра вогребете намеренно проблем. Прям с головой накроет. Кредит со ставкой 20% годовых. ТС в лучшем случае со скрученным пробегом. В худшем – серьезной поломкой. Для ремонта которой понадобится куча денег. Речь именно про БУ. Но самый сок – менеджеры. Сначала милые котики. А как претензию кидаешь – собаки готовые сожрать. Только к юристу Людмиле Жгун обратились около 40 жителей Алтайского края. Люди покупали авто в Барнауле, Новосибирске, Кемерове, Туле и Москве. По факту мошенничества алтайских автоцентров возбуждено больше 120 уголовных дел. Общая сумма ущерба – около 40 миллионов рублей. Известно, что по делу о мошенничестве заочно предъявили обвинение самарскому предпринимателю Юсубу Искандарову. Он сейчас в розыске. Кроме того, арестовали женщину, которая по версии следствия юридически прикрывала мошеннические сделки. Также под стражей находятся два менеджера. Всем указанным лицам, кроме мошенничества, инкриминируют участие в преступном сообществе. А Искандарову – создание ОПГ. Что касается Виктора Чернышева, его иск не удовлетворили. Суд отказал в расторжении договора с автосалоном. Уголовное дело очень сложно возбудить, потому что, а какое основание вы смотрели, вы подписали, вы должны были, вы обязаны были прочесть договор, в котором все условия описаны. Чаще всего жертвами мошенников, говорит юрист, становятся пенсионеры и люди, которые приезжают за автомобилями в одиночку. Эксперты советуют сохранять бдительность и избегать психологического давления. А также проверять машины на предмет ареста и угона. – У вас не было мысли оставить эту идею и уехать без машины? Ну, тем более, если все-таки много недостатков, если вы говорите, вас не уехали. – А знаете, вот в голове до такой степени натрамбовали ее, что я не соображал уже. – Как же вы так? – Ну, вот так вот. – Надо с собой кого-то брать. – Я только поехала посмотреть. Вы понимаете, я только приехала посмотреть машину. – Получается, они мне ее подсунули, потому что я приехала одна, в рубе, лохушка. Больше никак не скажешь. Расследование уголовного дела длится уже больше года. Правоохранители обещают прокомментировать криминальную историю ближе к ее завершению. Мы продолжим следить за ходом событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова